Давайте поприветствуем те, кто с нами в онлайне сейчас. Благословляем всех, кто с нами в онлайне. Благословляем вас, дорогие. Хорошо. Сегодня будет интересное слово, я так скажу, особенно интересное для тех, кто хотят разобраться в сезонах своей жизни. Вы знаете, как часто из-за того, что мы с вами не понимаем сезона, в котором мы находимся, и не можем распознать того, где мы в реальности находимся, приходит замешательство, конфуз, и очень часто отпадение и потеря даже своих позиций, и потери того, что ты даже имел во Христе. Для дьявола самое главное, что для него самое главное? Привести твою жизнь в замешательство, чтобы ты выбился из понимания того, что происходит. Очень интересно, но большинство проповедников не делятся некоторыми вещами, через которые им пришлось пройти, и этим самым они лишают церкви ключей. Кто-то понимает? Я понимаю, ты, проповедник, сейчас выглядишь красиво, потому что никто не знает твоего реального сезона, в котором ты платил цену, и поэтому поднялось поколение, которое думает, что нет цены, потому что о ней умалчивается, потому что это больный сезон. Кто-то со мной сейчас, кто-то понимает меня. И я у Бога спросил, я говорю, Господь, почему развелось поколение, которое из грязи сразу в князи? Знаете, да, такая пословица? И я начал задавать Богу вопрос, что происходит, потому что с кем я не разговариваю, чьи книги я не читаю, читаю Кэтрин Кульман, только о цене и говорится. Начинаю читать книги Бенихина, биографию только о цене, о боли, о вещах говорится. Начинаю читать Божьих генералов, Бог мой, там реальная цена. И думаю, Бог, что случилось с современными проповедниками? Исчезла цена, но, говорит, он говорит, из-за того, что они хотят выглядеть красиво в глазах своих прихожан, они не делятся самыми ключевыми моментами того, как они попали туда. Кто-то может понять меня? Именно я здесь для того, чтобы помочь, мне абсолютно все равно, как я буду выглядеть. И если после этой темы церковь станет еще меньше, ну не для церкви я здесь рожден, я рожден для тела Христа. Кто-то понимает, что есть разница между церковью и телом? И поэтому мое послание идет задолго, я говорю, намного дальше, чем пять лавочек этого здания. Дорогие, нам нужно с вами понять, что есть что-то намного ценнее. И этому поколению нам нужно открыть то, что происходит. Иначе таким образом дьявол уничтожает целое поколение, которое думает, что оно проходит что-то не то, а оно проходит именно то. Потому что они открывают книги современных проповедников, они включают проповеди современных пасторов, а там не говорится о том сезоне, в котором я, значит, я не там. Значит, Бог оставил меня. Нет, просто кто-то утаил от тебя главные сезоны, через которые проходят все служители. Настоящие служители, подчеркну. Сегодня, дорогие мои, я затрону то, что я не касался никогда. И Бог, как вам сказать, на почве одежды, я сейчас не говорю о физической одежде, на почве одежды Он мне показал жизнь одного уникального человека в Библии. Вы знаете, те, кто слушают мои проповеди давно, они знают, что я очень, я так скажу, люблю такую личность, как Давид в Библии. Мне очень нравится Иеремия, мне очень нравится Исаия, мне очень нравится, особенно и Эзекииль, он вообще уникальнейшая личность. Вы знаете, я все это говорю, но еще одна личность, которую я часто упоминаю, но только фрагментами, это Иосиф. Но сегодня, дорогие мои, я хочу не просто обратить внимание на жизнь Иосифа, мы с вами много говорили о ямах, мы сегодня не будем об этом. Сегодня я хочу обратить внимание, потому что именно в жизни Иосифа одежда Его в каждом сезоне Его жизни настолько уникально описана, и что происходило именно с Его одеждой, что Дух Святой повел меня туда, и Он говорит, «Сын, не упусти этот важный элемент, этот важный момент того, во что одеты мои дети». Сейчас я немножко подведу ближе то, о чем мы будем с вами сейчас говорить. В наше современное время очень мало, что можно сказать по одежде человека, потому что чаще всего люди, которые не так много зарабатывают, пытаются одеваться в дорогие одежды, чтобы показаться более зажиточными. Все со мной, да? То есть это закон. Я понимаю, в Америке это еще туда-сюда, но мы выехали с вами с бывшего Советского Союза, кто уже выехал с России, кто уже выехал с Украины и так далее. Там это очень сильно прописано. Другими словами, тебе по одежде нужно показаться, кто ты, все со мной, да? То есть и там уникально ты должен одеться как-то особо. Если ты придешь там в рваной футболке, в дырках на коленях, на какой-то особый митинг там или что, тебя просто неправильно воспримут, кто-то понимает, да? В Америке уникально, что совсем по-другому. Вы знаете, когда я приехал в Америку, меня просто Америка, сама Америка просто расслабила. Потому что я сразу приехал сюда, знаете, под таким напряжением. Ну вы знаете, в чем русские приезжают в Америку? В спортивном адидасовском костюме и в очень дорогих кроссовках. Которые потом они понимают, что на тебя нормальные люди смотрят в Америке и говорят, а что ты в спортивке сюда приперся? Потому что они используют одежду по назначению. Кто-то понимает, да, о чем я говорю? Если он одевает свои вот эти неоприновые штанчики, обтягивается, то это значит, он бегать собрался, а не поехал на базар. Кто-то понимает, да, что я говорю? Если он одевает кроссовки, это значит, он сейчас или бегал, или будет бегать. Он не ходит в них месяц. Ну ладно, это отдельная культура, и я понимаю, у нас совсем... Некоторым нужно еще это понять, поэтому Бог тебя пусть благословит. Но о чем я говорю? О том я говорю, что когда я приехал в Америку, я встретился с богатыми людьми, реально с богатыми. Я даже не понял, что он богат, и пока мне не рассказали. Он приезжает на простой машине, он приезжает в просто... Вообще, я бы даже был удивлен. Обыкновенные джинсы, даже не имеющие имени. Вы знаете, и я смотрю, этот парень сюда паркуется и заходит в одну из дверей. В другой из дверей, как бы, наша компания там была, знаете, лаборатория, моя специальная зубной техник. И я, как бы, в свою лабораторию шел. Я все-таки смотрю, запарковывается какой-то мужчина раньше всех. Машина никакая. Вы знаете, как это даже облезлая краска была на ней. И все, просто вот реально вот она вся какая-то под солнцем подпекшаяся. И потом я через... И я думаю, ну, какой-то парень нормальный, как бы, и потом все остальные собираются. И потом мне говорят, что, оказывается, это доктор с высшим образованием. Он просто приезжает сюда раньше всех, и он переодевается, ну, знаете, в свою форму. А доктора ты не можешь узнать. То есть он, когда одевает свою белую, знаете, вот эту докторскую тему, ты даже не знаешь, что там под ним. И поэтому для меня даже взяло время узнать, кто это такой. И мне потом мой босс, тоже миллионер, сказал, что это мой друг, миллионер. Он просто... он врач, он доктор. Я такой, а, хорошо. Вы знаете, я тогда еще такой свеженький был. И меня начало подправлять немножко. Но я сейчас не об этом. О чем я говорю, что в наше время ты не поймешь по одежде. Аминь? Просто не поймешь. Подъехал ты миллионер или это одетый красивый нищеброд? Знаешь, как говорят у нас, да? То есть и ты не можешь понять. Но в Библии интересно, дорогие. Давайте сейчас немножко вернемся в Библию. В Библии это настолько уникально описано. И обычно Библия говорит... Когда Библия подчеркивает одежду, или там написано, кого-то где-то переодели, это говорит о статусе и о уровне. Все со мной, да? Самое интересное, что в Библии не было такого... Другими словами, одежды себе кто-то мог только позволить в том случае, когда он имел этот статус. Все со мной, да? Сейчас ты можешь взять кредит и купить, что хочешь. В древние времена не было кредитов. Там не было многих одежд. То есть если у тебя была одна, две, это уже очень уникально. Плюс люди ходили постоянно в определенной одежде. То есть она не менялась, как у нас с вами. Один день футболку одел, да? И на второй день ты должен ее поменять. Там такого не было. Почему? Потому что была нижняя одежда и была верхняя одежда. Именно верхняя одежда говорила о том, кто ты. Все со мной, да? Поэтому в Библии очень часто написано «Скинул верхнюю одежду, разодрал верхнюю одежду». Чуть-чуть попозже об этом. Сейчас я хочу вам дать понять, что Библия это очень уникальная книга. И вы знаете, что самое интересное? Что в духовном мире ничего не поменялось. Бог точно так одевает, раздевает, дает новую одежду, снимает старую. И именно на... Вы знаете, я нигде не видел так красиво описанную историю, где именно все сезоны жизни Иосифа совпадали с одеждой и с его статусом. И сегодня мы с вами посмотрим. Может кто-то читал, может нет. Может читали это все. Обращал внимание, может не обращал. Сегодня мы об этом. Итак, в Библии можно заметить, что очень уникальную параллель. Одежда всегда совпадает с позицией. Одежда показывает в древние времена титул, позицию, уровень того или иного человека, зажиточность и так далее. Также в духовном аспекте ничего не поменялось. Именно об этом сегодня мы с вами и поговорим. Если ты хочешь узнать сезон, в котором ты сейчас находишься, тебе необходимо посмотреть, во что ты одет. Объясняю. Одежда, духовная одежда, это очень уникальный аспект. Ты можешь людям показываться, кем хочешь. Можешь быть там каким-то помазанником, но ты не обманешь себя и духовный мир, и людей, которые зрелые в духе. Кто-то понимает? Ты не обманешь. Иногда встречаешься, пророк, пророк, выходит на кафедру. Вы знаете, я не хочу упоминать имен. И у нас такие были, особенно в том старом здании. Кто-то выходит, и ты так, ой, это такой-то пастор, это такой-то человек. И он такой, раз, знаете, выходит, еще по молодости, мы всех, я помню, приглашали, и, естественно, этих видео вы не найдете в интернете. И выходит человек, знаете, ему все поаплодировали, те, кто здесь, знаете, более-менее динозавры, вы знаете, может быть, о чем я и к вам не говорю. Выходит человек, и ты такой, знаешь, твой дух открылся, и ты такой, сейчас пойдет. А там вместо рева, там пип-пип. Знаете, вместо рева льва, там пип-пип. Знаете, там кто-то клюнул тебя, никакой силы, никакой динамики, никакого помазания. Тебя даже духовно с места никто не извинялся. Что это было? Уберите его. То есть зрелые моментально распознают, дорогие мои, не название твое, одежду твою. Твою духовную одежду, которая показывает твой духовный статус. Аминь? Духовный статус. И поэтому сегодня об этом. Послушай. Если вспомнить историю Иосифа, у него в самом начале была разноцветная одежда. И вы знаете, я начал копаться в разноцветной одежде. И вы знаете, много посмотрев фильмов про Иосифа и постановок, там люди из-за того, что перевод был неправильно, знаете, как сделан изначально, не то, что неправильно, одежда была разноцветная, но они, как вам сказать, неправильно преподали. Одежда была, знаете, типа у всех такие, как робы, да? А у него такие, знаете, полосы, такие цветные, или там, знаете, ромбиками вышит. А вы знаете, я разные халаты Иосифа видел в своей жизни, окей? В разных фильмах, я уверен, вы тоже. И вы знаете, потом я начал копаться, думаю, ну почему разноцветная одежда? И они, о, цвет в то время было очень дорого, цвет сделать. И потом я копаюсь, 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 и докопаюсь, думаю, нет, давайте я пойду в оригинал. В оригинале написано богато украшенная одежда. Если вы сейчас откроете даже свой современный, пошел в то, что богато украшенная. Богато украшенная одежда, там были драгоценные камни, там были все это. Поняли, да, что я говорю? То есть вшито было, то есть это не просто была разноцветная одежда, то есть одел что-то такое, знаете, цветастое, вот он сейчас пестрит перед нашими глазами. Нет, это была богатая одежда. Там были камни, там было золото, там было серебро, там было вшито что-то, туда было вложено, это было мастерство. Вот это то, что в оригинале, если вы хотите. Если кто-то хочет покопаться, можете покопаться, вы придете к тому же заключению. Итак, это была богато украшенная одежда, разноцветная одежда, которую ему сделал отец. Тем самым поставил его выше всех остальных сыновей. Вы знаете, сейчас я немножко прогрею эту тему, и потом мы с вами пойдем в четыре одежды Иосифа. У него было как минимум четыре одежды. Самое интересное, что все четыре совпадали с четырьмя очень уникальными сезонами. И сейчас я хочу затронуть, знаете, немножко перед тем, как мы пойдем в четыре одежды, в четыре сферы, пункта и так далее. Сейчас я хочу немножко тронуть вот эту разноцветную одежду. Заметьте, что разноцветную одежду ему сделал отец. То есть это значит, как бы сказать, у человека все так уникально начинается. Тебя кто-то распознает и дает тебе первую изначальную позицию. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вы знаете, что самое уникальное? Большинству почему-то кажется, что эту одежду я удержу до конца своей жизни. Кто-то понимает, о чем я говорю, да? То есть вот это твое первое использование Бога, вот это первый титул, первый статус, первое помазание, первое вот тебя распознали. И какой-то пастор, воу, иди сюда, иди сюда, заходи вот сюда. И ты в разноцветной одежде, знаете, богато украшенной, заходишь, берешь микрофон и там что угодно начинаешь делать там. И неважно, это как и к бизнесу относится, это относится и ко всему, и к музыке, поклонению. Неважно, любая сфера, тебя распознали. Отец, там духовный отец, неважно, мама, папа, тебе дали эту одежду. Но заметь, что эта одежда, она была красивая. Она показывала тебе на то, что в будущем, куда ты движешься. Но эта одежда никогда не была предназначена Богом остаться на тебе до конца. То это со мной, да? То есть, и вот в этом, некоторые в этом начальном помазании, им кажется, Бог, это оно, вот это оно. И вы знаете, где начинаются проблемы, когда с тебя снимают первую одежду. И вот здесь начинается ад, потому что ты же молился, и, наконец-то, ты вошел в свое призвание. А ты не вошел в свое призвание, ты сделал тест-драйв автомобилю, которую тебе нужно еще будет купить за деньги. Сейчас со мной. Ты обкатал что-то, что-то на тебя было одето и отличило от тебя. Это хорошо, это всего лишь показатель того, куда Бог ведет тебя. Но это первая одежда, это взгляд человека на тебя, не взгляд еще Бога. Богу еще предстоит на тебя взглянуть, провести и потом одеть тебя в богато украшенную одежду. Но поверьте мне, последняя богато украшенная отличалась от первой. Кто-то со мной. И мы это тронем, сейчас я еще не трогаю это. Итак, вот эта первая одежда, где у людей замешательство, начинается ад, и они говорят, что произошло? С тебя сняли рукотворенную человеком одежду. С тебя сняли то, как видят тебя люди. Разве ты до конца своей жизни хочешь ходить в красивой, но сшитой людьми одежде? Разве ты хочешь, чтобы тебе аплодировал просто один человек, который тебе сшил ее? Алло. Разве ты рожден, чтобы вот эти одиннадцать завидовали, а мама и папа аплодировали? О, какой красивый сын. Как хорошо одет. И все остальные там, знаете, братья и сестры в церкви. Сразу придет момент. Я вам еще расскажу обычно, кто снимает с тебя одежду. Это попозже. Это другая категория людей. Обычно они при первой возможности раздевают сразу. Вот. Вот он настоящий. Сидит в сухом колодце. Кто-то понимает, да, первый вот этот моментик, да? Вот это твое движение. И вот знаете, что самое огромное заблуждение у христиан? Они думают, что они должны сражаться за эту одежду. Они делают все возможное, чтобы завладеть одеждой вновь. Они делают все возможное, чтобы избежать процесса и не идти дальше. Потому что я не хочу одеваться в следующую одежду. Я хочу назад. Потому что та одежда, в которую его одели после, это некрасивая одежда. Совсем не привлекательная. Но, дорогие мои, это и есть разница. Ты хочешь ходить в признании человека, в украшенной одежде? Или ты хочешь ходить в признании у Бога? И когда Бог тебя признал, во-первых, с тебя никогда не снимут эту одежду. Во-вторых, никто не сможет даже оспорить твоей позиции. Кто-то понимает, что я сейчас не об одежде говорю? Я говорю о духовном одеянии сына и дочери Бога. Смотри. И вот здесь как угодно понимай. И поверьте, я был тоже в своей разноцветной одежде. Вы знаете, сейчас даже вспоминать тяжело. Но на тот момент это казалось величие. Вы знаете, самое интересное, я уверен, что когда Иосиф смотрит на свой, вот этот первый папин балахон, который с него сняли, да? Когда он стоит, знаете, в одежде, которую его потом, извините за выражение, Бог одел. Да, фараон ему ее дал, но эта одежда была Бога для него. Он говорит, на одежду, которую с тебя никто больше не снимет и не коснется тебя. Вот это одежда. Я уверен, Иосиф сидит и вспоминает свои разноцветные одежды. Интересные были времена, однако. Хорошо я там, знаете, выписывал перед двумя людьми, и одиннадцать мне завидовали. Какая, знаете, можно было сказать в позиции Иосифа, меня все ненавидят, потому что у него весь мир состоял из одиннадцати человек, плюс мама и папа. Я хочу задать тебе вопрос, ты хочешь двинуться куда-то, действительно, куда тебя ведет Бог? Я не говорю сейчас о похоти. Вот ты увидел, восхотел позицию и пошел. Это совсем другое, я об этом не говорю. Я говорю о том, если ты действительно призван Богом, и ты видел разноцветную одежду, ты был в ней одет, может, одет сейчас, может, сейчас тебя с нее сняли, и ты сейчас в периоде, который ты не распознаешь, я помогу тебе его распознать сейчас? Вы знаете, я помню этот период, о, Боже мой, сняли одежду, мы сидим со святой и говорим, а что теперь? А теперь-то что? Господи, все, наша жизнь закончилась. И Бог говорит, знаете, уже попозже потом, когда мудрость пришла, говорит, сынок, когда я тебя, если я тебя раздеваю, или допускаю кому-то тебя раздеть, это значит, я сам приготовил для тебя что-то лучше. Боже мой, а мы с вами нет. Почему? Потому что человек такое существо, которое все познает в сравнении, и так как с тебя сняли разноцветную, у тебя больше ничего другого хорошего в жизни не было. И теперь ты зациклен на том, чтобы вернуть эту богато украшенную одежду. Оно подсознательно работает. Оно так интересно, особенно у нас христиан. Итак, у Осипа в самом начале была разноцветная, богато украшенная одежда, которую сделал ему отец. Здесь слушайте духовные параллели. Кто сделал, кто дал, кто забрал. Это очень важно, это духовные все смыслы. Чуть позже с Иосифа сорвали разноцветную одежду, именно тогда, когда он начал двигаться в свое предназначение. Заметь, некоторые люди говорят, что меня одевают перед тем, как я иду в что-то серьезное. Позвольте возразить. Когда ты начинаешь идти в что-то серьезное, у тебя начинается раздевание. Не одевание. Когда Бог увидел, распознал, да, Иосиф, спасибо, ты молодец, ты классно увидел сны, и молодец, ты их классно истолковал, ты правильно истолковал. Ты в этой, это твоя сфера. Но теперь, Иосиф, время игры в разноцветную одежду и стучание на твоих братьев папе заканчивается. И я тебя хочу везти куда-то, я тебя поведу так далеко, что ты будешь, ты в процессе купишь весь Египет. Вы знаете, что Иосиф купил весь Египет, когда была нищета? Вы помните, да, что я говорю? То есть, кто историю знает, то знает. Он купил. Он был не просто уже владыка Израиля с перстнем. Он их имел, как людей. Он купил весь Египет. Весь Египет был куплен. Они все отдали своей жизни, чтобы только выжить. И он им давал пищу. Интересно, хочешь ли ты быть в позиции, которая не может быть оспаривана, с тебя снять одежду не смогут? Эта одежда настолько высокая, что она одежда над одеждами их. Это такая одежда, которая теперь превозносится над одеждой Патифара, который тебя туда посадил. Это одежда выше, одежда даже твоего отца, который тебе сшил твою великую одежду. Представь, отец сшил великую одежду, но отец был величественнее, сами понимаете, да? Кто дает, тот выше того, кто дает. Хочешь ли ты получить? Вот почему я говорю, я не жду от людей одежды, потому что тот, кто тебе ее сшил, имеет над тобой власть и контроль, и имеет способность ее забрать. Кто-то понимает, да? Я хочу, чтобы ты сегодня со мной пошел немножко вглубь. Смотри. У него сняли эту одежду. И когда он начал двигаться в предназначении, опять же говорю, кто-то говорит, Бог, со мной что-то начало происходить. Эймен. За тебя теперь Бог взялся серьезно. Теперь вся твоя одежда, в которой ты был, это хорошо, но это не то. Знаешь ли ты, что Бог не может тебя использовать в твоей первоначальной одежде там, где, куда Он тебя ведет? Потому что там, куда Он тебя ведет, эта одежда равняется ничему вообще. Оно не значит ничего в том царстве, туда, куда Он тебя ведет. Поэтому некоторые просто хватаются за одежду и говорят, Бог, не отпущу. Делаю все возможное, чтобы вернуть, купить. Его, знаете, его вырвали с одного места, а он бежит со своим резюме в другую церковь. Поставьте меня на эту позицию. Нет, в другую, поставьте меня. То есть он пытается вернуть свою разноцветную одежду, с которой с него снял не человек, а Бог. И самозаметьте, что мне нравится Божий план, когда ты действительно говоришь, Бог, я отдаю тебе мою жизнь. Вы знаете, что это самые опасные слова? Потому что один раз Он начнет это делать. И ты скажешь, Бог, а почему все с под контроля вышло? Он говорит, теперь все под моим контролем. А почему я ничего не могу изменить? Он говорит, потому что я меняю. Ты же когда-то говорил, да, на энкаунтере, я один из тех, кто твердо решил идти до конца. Я отдаю всю мою жизнь, я посвящаю все мое существо Иисусу Христу. Бери меня, употреби меня. И все. И что ты ждешь? Ты ждешь свою богато украшенную одежду. Ты не ждешь удар в лицо. Никто из нас не ждет, поверьте, я тоже жду. Иосифа переодели в одежду слуги раба, после в одежду заключенного. О, дорогие, сегодня я вам расскажу, что такое одежда раба и одежда заключенного. Боже мой. И именно вот эти две одежды. Вы знаете, всем кажется, что они сразу могут прыгать с одной одежды в другую. И еще самое, знаете, как некоторые подразумевают одежду? Они говорят, я ее даже снимать не буду. Мне на плечи моей старой, разноцветной, ляжет новая. Одежда, которую фараон дал. Самая лучшая. Одежда принца. Бог говорит, я тебя раздену сначала. Ты такой голенький весь. А дальше что? А дальше будет хуже. Дальше я тебя одену. Как раз не в то, что ты хочешь. Почему? Потому что одежда, когда одевается на тебя одежда, теперь твое сердце смиряется, и оно должно пройти процесс. Кто-то понимает? Вы знаете, что Бог не просто тебя переодевает, чтобы поиздеваться над тобой. Сейчас одежда раба и одежда заключенного вырвает в тебя качество, которое одежда предыдущая никогда бы не выработала. Одежда одевается Богом на тебя в принудительном порядке. Бог не спрашивает. Вот хочу я сидеть вот в этом колодце без воды сейчас и ждать решения моих братьев. Убьют они меня? Представь, я даже никогда не знал, что если меня продадут, это хорошая опция, и я буду рад. Некоторым изваскаются, что Господи, меня продали. Иосиф говорит, Господи, меня продали. Почему? Потому что ты еще всех опций не видел для тебя. Когда решается убить тебя или продать, ты готов на продать. И это счастье. Я говорю, это у меня была черная полоса, а потом переспрашиваю, через неделю, нет, то белая была, Потому что, говорит, да. Как жизнь, да? Как в полосочку, да? То черная, то белая. Просто еще не распознавал. В конце концов всех экзаменов, перед тем, как он вошел в дом фараона, занял свою позицию, на него одели новые, соответствующие той позиции одежды. Заметь, как в духе, в физическом мире одевайся во что хочешь, это не значит ничего. В духовном мире твоя одежда всегда совпадает с твоей позицией. Ты хочешь распознать сезон, позицию и уровень, в котором ты находишься? Распознай свою духовную одежду, в которой ты сейчас. Что сейчас происходит в твоей жизни? Что Бог говорит? Или что Бог не говорит? Что вокруг тебя происходит? Это говорит о твоей одежде. Потому что по одежде собирается и окружение. Все со мной, да? То есть по одежде ты видишь и влияние, ты видишь и власть. Или наоборот, ты видишь никакой власти, ничего тебе не подчиняется. Наоборот, все рушится. Наоборот, тебя обокрали в то время, когда ты провозглашаешь слабый, скажет, я силен, нищий, скажет, я богат. Раз, и то, что было, нет. И ты, господи, что это? Одежда, дорогие, одежда. И заметь, что бы ты ни делал в духовном мире, некоторые люди пытаются, знаете, вот он рожден Богом, ну реально, он рожден Богом, быть богатым человеком, физически богатым, деньгами. Почему? Потому что у Бога есть очень много вещей, которые нужно спонсировать, а те, которые этим занимаются, у них просто нет времени зарабатывать деньги. Все понимаете, да, как у Бога все работает? Я верю, что когда-то придет тысячелетнее царство и валюты не будет, окей? Мы просто будем жить в славе Иисуса Христа и никто ничего не будет делать. И вот, понимаете, человек, который вот зарабатывает, да, и получается, что в один прекрасный момент все рушится, ничего не работает, и он просто, то есть, что делать? И во время того, как человеку, которому нужно служить своими финансами, он просто в Макдональдсе бургеры переворачивает. медиум, медиум вэл, какой-то, то есть, ты понимаешь, что что-то, что-то здесь не то. Как ты будешь реагировать на все это? Как ты будешь реагировать на все это? Как правило, твой титул одежды снимает только потому, что Бог готовит тебя в новый титул и в новую одежду. Перед каждым, вы знаете, перед каждой новой одеждой существует сезон ноготы, я его так называю, сезон ноготы. Это там, где все видят все, все могут, знаете, ты такой ранимый, ты болезненный, и вот это ты не знаешь, слушайте, вы знаете, Иосиф никогда не знал, что стать рабом это лучше, чем сидеть голому в яме. Я никогда даже не знал, что эта опция хорошая по сравнению с предыдущей. Мне говорят, он попал в рабство, а Иосиф сидит там и говорит, yes, 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 хотя бы сейчас у меня есть шанс. Большинству детей Бога почему-то кажется, что новая одежда будет одета поверх старой. Позвольте не согласиться. Чаще всего старая должна быть снята, и именно этот период многие не могут распознать. И выпадают из предназначения, думая, что все вышло против них, и они потеряли призвание, волю Бога. Я уверен, что Иосиф сидел, и он говорит, Бог, а как сны, а как общение с тобой, а как мое предназначение вот в этот период. И Бог ему там в яму кричит, твоя жизнь еще не закончилась. Все только начинается. Знаешь, иногда то, что для тебя кажется концом, финиш, для Бога говорит, это только стартовая площадка. Сейчас я переодеваю тебя, и что бы ты ни делал, ты не можешь сделать. Бизнесмен, который говорит, я знаю, я буду миллионером, делает ставку, делает заем, еще хуже долги. Еще хуже долги, Господин, что это такое? Потому что ты не можешь одеть на себя раньше времени то, что ты еще не имеешь, что тебе еще не дано. И поэтому ты в одежде нищего должен пройти период нищего. Ты должен закончить. И не то, что Бог вот издевается на тобой, о, посмотрим, как ты там нищеброд будешь там себя вести теперь. Ну что, хорошо было прыгать в папиной красивой одежде? Ну попрыгай сейчас. Бог этого не делает. Он говорит, сынок, Иосиф, туда, куда ты движешься, эти качества могут выработаны быть только еще двумя одеждами. Одежда рабства и одежда заключенного. Мы об этом поговорим. Вау. И вы знаете, опять же говорю, что каждый из вас сейчас, когда я буду идти в одежды, ты можешь узнать свой сезон. Ты в одном из четырех прямо сейчас. Или у тебя сейчас медовый месяц разноцветной одежды папы. Или, так скажем, человеческой одежды. Знаете, это многие люди никогда не вышли с этой одежды. И, знаете, они всегда на больших сценах, им аплодируют. Но это человеческое. Но в духе ты хочешь его прощупать, просканировать, там просто пшик. Все понимают, да? Красивый голос, красивая игра на музыкальном инструменте, но в духе закрываешь глаза, пшик, ничего, веса нет, жира духовного нет, ничего человек не несет на себя. Кто-то понимает, да? И поэтому некоторые думают, что это? Это одежда, красивая, но сшитая людьми. Окей? Она не имеет веса. А что мы с вами хотим в этой жизни иметь? Красиво петь? Или красиво говорить? Мы с вами хотим иметь духовный вес. Потому что духовно весомая личность может сказать одну фразу, и она способна освободить тебя. Невесомый человек, он может всю жизнь пропеть и пропрыгать, и все поверх, поверх, поверх. Во время духовно весомого человека ты не можешь не поклоняться. Кто-то понимает, да? Потому что, когда этот духовный жир на него просто сходит, это слава, этот вес, эта тяжесть, людей втягивает в этот портал. Почему? Потому что поклонник в этой одежде. А когда кто-то пытается делать вид поклонника или пастора, ты спокойно можешь спать, играть, то есть, неважно, оно больше не интересует, оно не имеет веса, чтобы привлечь тебя. Кто-то со мной, да? Некоторые люди говорят, все, под откос пошло, а я тебе скажу, это Бог, который снимает с тебя старую одежду, чтобы приготовить тебя к новому сезону твоей жизни и твоего призвания. Заметь, в тот момент, когда снимается старая одежда, титул, призвание, предназначение будет период обнажения, я его называю наготы период. перед тем, как тебя оденут в новую одежду. И вот этот период, знаете, все, вот этот, знаете, как распознать период наготы, где все могут высказаться, ну чё, доигрался, знаете, да, такие периоды? Ну чё, домолился, а ты такой стоишь, ну да, с тебя и новое, и новую одежду, старую сняли, и новая не пришла еще. Я вот сижу в яме и доказываю всем, «А Бог велик!» Они такие, да, да. Ты даже не видишь звезды оттуда, ты видишь одну звезду, потому что эта дырка закрывает все остальные. Ну чё, как твоя одежда разноцветная? Вот она у нас. Опять не отдадим. Некоторые люди говорят, у меня забрали мое призвание. Ой, ты пельмень мой. Раскатил губы и бедные, забрали у него. Когда Бог дает, человек забрать не может. Слушай, человек может забрать, быстрее сними и отдай. Потому что рано или поздно лишат тебя этой богато украшенной одежды. Лишат. Там Библия четко прописывает, что все одиннадцать завидовали ему. Помните, да? Написано, завистливо смотрели, завидовали. Написано, и эта зависть потом переросла, Библия говорит, в ненависть, возненавидели его. Дорогие мои, знаете, что делает позиция, в которую тебя вводят люди? В процессе твоей жизни она вводит всех не в поклонение, а в зависть. Нет, вы не поняли, какую я сейчас глубину сказал. Некоторым людям кажется, Бог, и знаете, некоторые сидят там, если позиция от Бога, дорогие мои, почему? Потому что проявляется присутствие Бога через тебя. Когда эта одежда, сшитая людьми, она всего лишь показывает, какой ты крутой, разноцветный перец здесь. Кто-то понимает, о чем я говорю? Вот идет краса ненаглядная, и все такие. Когда братья встретились с Иосифом потом, они Иосифа не видели, они видели одежду и поклонились. Кто-то может понять разницу? Одежда, сшитая людьми, которая раздражает, и когда люди сталкиваются с тобой, и твой титул настолько велик, что они даже не узнают тебя. Они не узнают тебя. Они узнают позицию, они узнают одежду, они узнают перстень, они в шоке от власти. Им еще надо рассказать, да-да, это я, которого вы там недавно чмырили там на переулке в подъезде. Бычки об меня тушили. Да-да, это я тот самый. Ну что, кони вы мои, скакуны, поговорим? Дорогие мои, вот почему Бог должен провести тебя, потому что если сразу после снятой одежды одеть другую, представь, каким монстром мстительным будешь ты. И мы думаем, господи, ну почему? Да потому что ты даже сам не знаешь, куда тебя ведут и с чем тебе скоро придется иметь дело. Тебе придется теперь дело иметь не просто там какими-то маленькими братишками, там 11, которым там отомстить хочешь. Бог даст тебе власть над всеми, над всем царством. Все народы стекались в Египет купить, покушать, потому что умирали. Тебе скоро будет дана такая власть, которая не снилась, включая твоих братьев, все приползут к тебе, потому что будут в нужде. Многие христиане не понимают того, что перед старой одеждой призвание, которое тебе сшила твоя мама, сшил твой папа, пастор подарил или лидера тебя рукоположили. И новой одеждой твоего настоящего призвания, которую тебе приготовил Бог, есть еще два сезона, о которых мало кто хочет говорить, мало кто хочет упоминать, потому что это такие, знаете, позорные сезоны. Хочется сказать, и был я в доме отца никем, и видел пару звезд, и потом прорыв пришел, и вот видите, Бог мне дал перстень. Это свидетельство основной части людей. Нет, ты мне расскажи прорыв, вот этот маленький периф, который был, вот этот периф, расскажи мне про этот прорыв. Вот это, где прорыв был от одного до другого, пожалуйста, расскажи, что это было. Ну мы об этом не будем, братья и сестры, сегодня. А я хочу, мне интересно. Эти две одежды ты не одеваешь сам. Знаете, мне так нравится, когда первую та одежду одевал ты сам, сшил, папа, пастор, сшил, там знаете, сшили люди, сшили, которые тебя распознали, узнали, поаплодировали, они сшили тебя, ты ее так одел, так перед, знаете, там, селфи сделал, сам все сделал. В наше современное время можно уже даже это в проповеде встать, там, нафотал себя, да? Вы знаете, что следующие две одежды ты не одеваешь сам? Алло, чем уникальны два следующих периода? ты их не одеваешь, тебя в них одевают. И ты, господи, а надо? Ну, надо, будет. Господи, я на какая-то, даже телефон забрали, сфотаться не могу. Все забрали. Одели меня в эту робу. А это не роба, это титул и позиция, в которой тебе нужно стать профессионалом. Заметьте, одна параллель. Он никогда не двинулся в следующей одежде, пока не сдал экзамены с предыдущей. Некоторые люди по жизни, они говорят, Господи, почему с меня 10 лет не слетает роба? Потому что ты в ней отвратительно себя ведешь и до сих пор не хочешь распознать сезон, не хочешь сдать экзамены, а значит, вход в следующую одежду запрещен. И, в принципе, если ты посмотришь, одежда роба не такая уж и плохая была по сравнению с одеждой зэка. Все со мной, да? С одеждой заключенного эта одежда еще и ничего была. Сегодня места из Библии будут такие интересные. Интересно. Честно признаться, мне очень жаль тех, с которых не сняли разноцветную одежду. Потому что они просто, я так скажу, потому что это их уровень, на котором они просто будут жить. Представляете, одно и то же. У тебя одна и та же церковь, пятнадцать лет, тебя одни и те же люди ненавидят. Ты не движешься, ты не прогрессируешь. Тебя одни и те же люди любят. Ты приходишь, двадцать лет, одни и те же, все одно и то же, все одно и те же делают, одно и то же поют. Да, она разноцветная, но она уже надоела. Я представлю, вот эта вся жизнь вот так, нету сил, нету сверху. То есть, представь, разноцветная одежда, которую тебе дал отец, это потолок, дальше которого ты не пойдешь. Все со мной, да? Вот потолок, все, Папу-маму, кстати, даже папа-мама не подчинились его влиянию. Папа там даже взбух, помните, он говорит, это что это? Я и мать твоя будем поклоняться, кому тебе? Да мы тебе и сшили эту одежду. Ох, ты что такое? То есть, представь, у него даже влияние на всех не распространялось, сделал он же. Только мама-папа там еще под вопросом. Они еще, господи, не признают меня. А братья тоже тебя не признают, они тебя просто ненавидят. Представь, в этом жить. Одни там говорят, ну да, нормально, нормально, будет сильно дергаться, мы его это. Как рука положили, так рукой разложим. Окей, а братья там сидят и говорят, ну-ка не, когда, когда, когда батя уже быстрее снимет этих всех певцов? Ты сейчас, может быть, находишься на этапе, где все, что было идеально, помазано, красиво, все это с тебя снимают. Не переживай, как раз это показатель того, что Бог ведет тебя в что-то новое. Намного больше того, что у тебя забрали. Вы знаете, я лучше буду раздетым, с которого сняли одежду, чем тем, которые снимают. Берегись быть в позиции снимающих. Потому что эта мафия точно далеко не идет. Итак, давайте пойдем сейчас. Начну первый пункт. Немножко подготовил уже саму почву. Итак, первый пункт. Если кто записывает, записывайте. Разноцветная, богато украшенная одежда. Естественно, я об этом сказал уже. Это первый пункт. Тебя кто-то признал и распознал твой талант, твою функцию. Это одежда твоего первого призвания. Тебе в миниатюре позволено вкусить твое предназначение и функцию. Это не призвание, это вкус призвания. Это не стейк и котлеты. Это запах котлет и стейка. Ты понимаешь, да? То есть это не одежда, это предодежда. Это просто примерка. Примерочная твоей судьбы. Да, ты будешь там скоро, но, дорогой, ты не будешь в примерочной. Да, с тебя снимут одежду, которая примерочная, и тебе дадут что-то, что действительно твоим будет. Итак, первый пункт. Это тест-драйв, да, как я сказал, машины, которые тебе еще предстоит приобрести. Итак, давайте начнем с первого места из Библии. Пройдемся по всем одеждам, как они снимались, окей? Потому что, когда Бог меня провел, я просто сидел, я говорю, Господи, это точно, это должно быть сказано, люди должны это услышать. Потому что мы много говорим с вами об этапах. Представьте, у Иосифа этот весь этап отписан до рождения, до его смерти. И именно все эти вещи расписаны от А до Я. Первое место из Библии, Бытие 37, 2. Бытие 37, 2, со второго стиха. Сразу, я буду читать очень коротенькие выдержки, потому что вам не нужно читать, все в курсе насчет этой истории. Вот повествование об Иакове. Иосиф, которому было 17 лет. Стоп, первое, нужно сразу понять. Ему было 17. Все поняли, да? 17. Представляешь? Он был младший, ему было 17. И он провозносился над взрослыми дядями, которые родились. Там некоторым было и по 30, и старше братья, старше его. Ему было 17 лет. Пас тогда овец вместе со своими братьями, сыновьями Валы и Зелфы, жен отца Иосифа. Иосиф рассказывал отцу плохое о братьях. Ну, его служение уже тогда началось неплохо. Израиль же любил Иосифа. Знаете, мне интересно, мне вот хочется задать вопрос. Ну, я, наверное, только на небе получу на него ответ. Он стучал вначале и потом получил одежду? Или он получил сначала одежду и начал стучать? По Библии, если следить, то стучать он начал первым. То есть сначала он на братьев доносил, и потом он у своего, знаете, как у верхов добился, как вам сказать, такого, знаете, признания. И вверха решили его продвинуть. Знаете, как в религиозных церквях продвигаются стукачи. Я знаю, я с 50-ником, знаете. И там обычно, если ты честный, ты никогда не двинешься. Потому что ты правду сказал, правду сказал, тебя просто там обрезанию придали, там, знаете, на Дратском. Я не ошибся, не на Братском, на Дратском. Тебя там все обрезали, очистили, все осветили и убрали навсегда. То есть, но если ты хорошо стучишь там, да, на братьев своих, да. Кстати, ну, идеально подходит. Тебя продвинут по карьерной лестнице этой церквушки. Там лестница, в принципе, там в три ступеньки, но все равно продвинешься, окей? Там она невысокая, окей? Смотри. Иосиф рассказывал отцу плохое о братьях. Вот первое, да, как бы об одеждах еще не упоминается. И потом чуть попозже написано. Израиль же любил Иосифа больше всех других сыновей, потому что он был рожден ему в старости. Это говорит о том, что он был очень молод, очень любил своего сына. Естественно, этот сын, мы все сами по истории знаем, он от любимой жены был, окей? Поэтому я говорю, многоженство это кошмар. Потому что у тебя проблема будет сразу, любимая жена, нелюбимая. Поэтому имей одну, любимую. И у тебя не будет проблемы даже с сыновьями, которые там дальше было, да. От нелюбимой сыновья нелюбимые. Представляете, какой кошмар. Ладно, это отдельная тема. Это, наверное, больше к семье относится, да? К консультации. Иосифа больше всех других сыновей, потому что он был рожден ему в старости. И он сделал для него богато украшенную одежду. Это современный период. Богато украшенную одежду. Здесь мы замечаем, что своим боссом, лидерами и пастором тебе им дана одежда, которая отличается от всех остальных. Но ты там далеко не продвинешься. Потому что сшивший для тебя одежду, платформу, имеет над тобой определенную власть. А значит, ты в реальности не обладаешь всеми правами. И далеко не двинешься на этой платформе. Все со мной. То есть, замечай, кто сшил одежду, кто дал. Это значит, давший тебе находится над тобой. Это говорит о том, что если я хочу получить одежду в конце своей жизни, то я хочу получить ее только данную от Бога, потому что перед ним я хочу ходить и отвечать. Я понимаю, что всем нам нужно начать сначала. Всем нам нужно начать сначала одеться в разноцветную одежду. Потому что это предвкушение. Вы знаете, ты дальше не захочешь идти, пока не вкусишь то, что действительно это оно. Это я хочу здесь быть. И поэтому я вам говорю честно, поверьте мне, разноцветная одежда, богатая, это неплохой уровень. Это хороший уровень. И Библия о нем упоминает, это абсолютно хороший уровень. Это уровень от Бога. Но о чем я сейчас хочу телу Христа сказать, да, вам, моей семье, да, которая здесь сейчас, что, пожалуйста, не циклись на том, что это твоя одежда до конца твоей жизни. Вот где проблема. Не проблема с тем, что тебя сняли. Когда ты будешь знать, что тебя снимает, ты уже приготовлен, ты уже, как вам сказать, вооружен этой мыслью. И ты понимаешь, что, слава Богу, мне дали, меня признали, но я знаю, что я здесь похожий ненадолго. Почему? Потому что это всего лишь потолок, и я здесь далеко не пройду. Все со мной, да? То есть, а разве это потолок, если это потолок, то, значит, я всегда буду зависеть от тех, кто сшил мне эту одежду, дал мне эту позицию, как угодно называть. Потому что они над тобой имеют определенную власть, а значит, ты в реальности не обладаешь всеми правами, и далеко на этой платформе не двинешься. Отец Иосифа сказал Иосифу после того, как услышал истолкование сна. И он даже, знаете, вознегодал, он говорит, неужели я и твоя мать поклонимся тебе? Другими словами, он даже вау. А оказывается, что да, все так и было. Все потом, они чуть попозже вошли в Египет, и все склонились. Разобрать я уже не говорю, они там в поклонении жили. Что он просто не убил, знаете, там другая история. То есть, там совсем другая история. И ты понимаешь, что да, склонились все. Почему? Потому что Бог для тебя что-то приготовил. И поэтому, когда твое видение, которое Бог тебе показал, не совпадает с твоей реальностью, это значит, это не то место, где ты будешь двигаться. Все со мной, да? Почему? Потому что если Бог показал, что 11 звезд и Луна, и Солнце склонились, это значит, если 11 звезд сейчас психуют, а две звезды говорят, ты что, вообще офонарил что ли? То есть, как бы, ну это значит, что видение не сходится, да? Это значит, что не то место, где это видение придет в действие. И поэтому не зацикливайся на той одежде, на той позиции, в которую тебя ввели люди. Многим кажется, что они сохранят свою первую одежду, призвание, функцию до конца своей жизни. Это не так. Если мы действительно желаем войти в что-то от Бога, с нас всех в определенный сезон нашей жизни снимут первую начальную одежду, сшитую людьми. Вот это драгоценные камни. Драгоценную одежду, богато украшенную. Обычно одежда с тебя снимается теми, кто тебе завидует. Заметьте, первые, кто будут снимать с тебя и аплодировать, которые будут радоваться твоему провалу, твоему падению, твоему выходу, как угодно называй. Некоторые люди говорят, он упал, он просто вышел со своей первоначальной одежды, не касайся этого человека. Он пройдет через эту боль, он пройдет через этот мрак, и он выйдет с таким сердцем, которое многим не снилось. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие мои, я встречал людей, которые были падшие и поднялись с такими сердцами, которым может позавидовать любой. Ты сидишь и слушаешь мудрость этого человека. Он не пастыр, он не епископ, он не евангелист, он не учитель, он никто, он не пророк. Он просто говорит тебе мудрости из сердца, которое прошло вот эту одежду. Оно проносило одежду раба, оно проносило одежду заключенного. И ты удивляешься глубине человека. Поэтому меня больше волнует не статус, а глубина. Как Бог глубоко ведет меня, и как я потом могу взять глубоко всех остальных с собой. То есть это моя функция, пройти это, и потом всем показать, указать, объяснить, и взять вместе с собой дальше, туда, куда Иисус приготовил нам быть. Обдежда снимается с тебя теми, кто завидует. Не переживай, отпусти, потому что люди, то, что люди могут у тебя забрать и снять, в реальности никогда твоим не было. Поэтому запомни, забрать может только то, что твоим не является. Поэтому я так скажу, да, этот урок я выучил тоже так же. Знаете, я сначала ничего отпускать не хотел, но потом, когда все это отплыло, все ушло, там были моменты свои, проходы, я сказал, Бог, знаешь, что самое интересное, что теперь я выучил этот урок, и я говорю так, если что-то отходит, я просто отпускаюсь, я забираю руки, говорю, Бог, знаешь, что, зачем я буду тратить свое время, силы, эмоции, гоняться за одеждой, за позицией, даже за людьми, которые сняли ее, пытаться попросить там прощения или что-то, когда Бог давно тебя уже переводит дальше. Давно переводит дальше, и все. Отпусти. Когда Иосиф... Давайте прочитаем следующее место, где с него снялась одежда. Давайте почитаем, да? Потому что это четко прописано красиво в бытие здесь, просто красота. Бытие 37.23. Бытие 37.23. Когда Иосиф подошел к братьям, они сорвали с него одежду. Естественно, перед этим, вы знаете, он увидел их, искал их, нашел их, братья его сдалека увидели, потому что он так блестел красиво. Так сверкал своими камнями. Говорят, гля, идет наша ясная звездочка. Давайте ее погасим сейчас тут, ребята. И они решили погасить эту ясную звездочку. И мы уже читаем, когда они уже все решили. Когда Иосиф подошел к братьям, они сорвали с него одежду. И там еще так, знаете, в современном написано, ту самую богато украшенную одежду. Это, знаете, мне нравится Библия. Я так еще напоминаю. Да, да, не переживай, это не была сменная одежда. Это была именно та, которая раздражала всех. Это именно та была, где он там ходил и блестел. У них, наверное, там шутки были. Видишь что-то блестящее? Беги. Потому что засекут и застучат. Ту самую богатую одежду, богато украшенную одежду, что была на нем, и бросили ее в колодец. Колодец бы с пустой, без воды. И историю дальше мы знаем. Читать не буду, все в курсе. Итак, с первой одеждой понятно? Не держи ее. Не думай, что это твоя. Не думай, что она до конца. Не думай, что в этом месте все. И у некоторых людей, у них обрывается жизнь, когда у них в том месте, в первоначальном месте все рушится. Именно в том месте, в первоначальном, где все начиналось, где все было, где все зарождалось, где именно мне, именно в этом месте сшили мою одежду. И тут все разорвало. У них просто жизнь под откос идет. У них просто все под откос. Они говорят, господи, а как же жить сейчас? Он говорит, не переживай, жизнь продолжается. У меня для тебя есть что-то большее. Вторая одежда. Кто записывает, записывайте. Одежда слуги. Или Библию называют раб, да? Он был раб. Одежда раба. Одежда слуги. Сейчас как раз об двух сезонах, о которых я не говорил, сейчас упомяну. Итак, одежда слуги. Ты помещаешься в место, в котором ты не планировал быть. Незнакомая картина. Господи, я тут не хочу быть, говорит банкрот. Господи, я тут не хочу быть, говорит разведенный. Господи, я не хочу здесь быть, я не хочу. Потерявший служение, потерявший... Все, имя свое потерявший. Некоторые люди говорят, Бог, я имя свое потерял. Я говорю, о-о-о, это вообще самые счастливые люди, которые свое имя потеряли, потому что тебе готовится новое. Заметьте, когда Иосиф вошел в палату, ему не только дали новую одежду, его еще назвали по-другому. Поэтому братья узнать его не могли, потому что его назвали по-другому. По Египте. Он назвал египетское имя. Ты помещаешься в место, в котором ты не планировал быть. О, Боже, сколько я в этих местах был. И тебе дают делать то, что не относится к твоему призванию. Заметно? Господи, я сны должен толковать, а не бульдозером тут ямы траншеирить, камни таскать, лопатить здесь все. Еврей с лопатой? Господи, ты что? Это отдельная шутка, мы туда не пойдем. Господи, такого не бывает у евреев. А он говорит, бывает, бывает. Ты у меня научишься всем работать. И лопатой, и киркой, и прополешься грядочки. Ты у меня не только будешь с лопатой, ты у меня будешь лопатить профессионально до того, что тебя поставят хозяином, начальником лопатников. Тебя сделают самым профессиональным лопатником. Ты этот инструмент не просто полюбишь, ты его изучишь, ты его сделаешь красивее, ты профессионально начнешь вскапывать. Представь, в том месте, где ты не планировал быть, Бог планирует, чтобы ты стал в нем профессионалом. Господи, что? И знаете, да, сны ты еще свои помнишь. Ну лопату ты видишь? Вот она, настоящая! Вот она, одежда моя! И твоя одежда совпадает с твоей функцией, с твоими мыслями и все, где ты находишься. Тебя туда поместили. И что нужно делать, когда дали лимон? Делать из него лимонады, понимаете? И вот Иосиф делает лимонад. Итак, дорогие, одежда слуги. Если кто-то из вас находится в этом периоде жизни, я не там, где я хочу быть, я не делаю то, что я хочу делать. У меня есть мечта там, но я почему-то здесь. Это значит, ты сейчас в этой одежде. Что для тебя? Какой позитив, я могу тебе сказать, позитив такой? Выйдешь из этой одежды, когда ты сделаешь... Вот ты работаешь на той работе, которую ненавидишь. Я уверен, что когда его приволокли туда, он сказал, что? Представь, вот всю жизнь был пастух. Пастух! Написано, пастовец, он профессионал был в этом. Ну, профессионал был в других вещах. Стучать красиво умел, братьев, находить, где они. Даже GPS-а не было, он их находил. Спросил там, спросил там, спросил там. Направили правильно. То есть он был красавец в своей сфере. И здесь его ставят в сферу, где нет ни одежды той красивой, ни братьев, ни пап, ничего. Тебе дают что-то, к чему ты не готов. Ты не планировал там быть. У кого-то были такие периоды, где ты там, где ты не планировал быть? И сидишь и говоришь, Господи, ну и что? Ну и что мне сейчас делать? С вот этим кошмаром в моей жизни. Я не знаю, кому сейчас Дух Святой откроет какой-то период в твоей жизни, но я знаю, о чем я говорю. Я сидел в этом кошмаре, Господи. Ну, Господи, ну я же пастор. Бог говорит, не, пастором ты еще будешь, но сейчас ты должен красиво лопатить. И вы знаете, что? Так и было. Начал лопатить, лопатить, лопатить на той работе, которую Света видела меня каждый день, приходил со своей работы, я просто выл. Кто-то знает вот это состояние? Выл. Бог. И вы знаете, самое интересное, что на работе никто не мог даже носа подточить. Я делал все идеально. Мама на работе была. Меня отпускать не хотели. Я через два года после моего ухода еще начальник к маме, которую я туда тоже устроил работать, через нее передавал мне привет и говорил, ну что, может вернешься, а? Дорогие мои, вот были ли у вас места вот эти, где вот ты на работу едешь, заходишь на работу, ты улыбаешься, потом делаешь работу. Знаете, почему я делал качественно? Потому что я хотел делать быстро, красиво, не переделывать и быстро вылетать из того места. Не потому что... И все думали вокруг меня, что я влюблен в лопату. А я был просто это делал. Почему? Потому что... Честно сказать, я тогда еще это откровение не получил. Это я что, попозже уже понял? Когда я сидел на своей лопате много лет назад, и знаете, я говорю, господи, ну что... И я не знаю, у меня какое-то вот это чувство было, что мне нужно это сделать идеально. Вот я не знаю, откуда это было. Я просто сидел и я понимаю, я делал эти модели, эти зубы. Некоторые люди там говорят, ой, я мечтаю о такой работе. Это ты мечтаешь. Я ненавидел все это. То есть, и ты говоришь, о, мне бы такую специальность, о, мне бы там получать 25 долларов на час. Это еще в 2000 году. Ты говоришь, мне бы, мне бы, дорогие мои, а тебе эти деньги вот тут стояли, потому что в тебе воет твое призвание. Кто-то понимает, о чем я говорю? Да ты готов на 5 баксов, лишь бы билы покрыть, лишь бы делать то, для чего ты рожден, а не иметь вот эту кучу денег, и ты воешь каждый день на работе. О, я знаю свою лопату. О, я помню этот сезон. Бак! Я же уже был в моей разноцветной одежде. О, я же уже попробовал чуть-чуть. Уже и бесы выходили, и люди исцелялись. Но это все было такое микро, знаете, микровлияние. Микро-микро. Но оно было, и уже попробовали чуть-чуть, и уже вкусили, и уже... Ты уже видишь, где ты должен быть. Оно тебя влечет. Но потом Бог просто помещает тебя, и ты говоришь, Господи, ну, ну, чего я тебе? И сколько лет тут сидеть? Долго сидел, Бог. Например, великого певца и музыканта ставят в группу порядка. Ну, признав, да? Группа порядка, это, кстати, классно. Некоторые люди говорят, о, группа порядка. Слушайте меня, любимые, сюда. Я не знаю, чтобы я отдал сейчас на мои уровни, чтобы меня никто не знал, и я с бирочкой тихо, спокойно любил людей и стоял на дверях. Некоторые даже не поняли, что я сейчас сказал. Потому что, дорогие мои, тот, кто сидит на дверях, да, он здесь не был, а я был везде. Я везде был. И поэтому, если ты хочешь узнать действительно мнение, то я тебе скажу, есть дни, есть месяца, есть сезоны, где бы ты все отдал, чтобы тебя никто не знал, никто не видел, и ты спокойно любил, обнимал и стоял. Поэтому те, кто стоят, я благословляю вас. Бог мой, наслаждайтесь. Это классно. Отдавать людям любовь. Но я сейчас не говорю о том, если ты просто наслаждаешься, это твое дело, это классно. В церкви у Бога, поверьте, я знаю точно, у Бога нет низких и высоких позиций. У них есть твоя позиция и не твоя. Кто-то знает, о чем я говорю? Нет низких и высоких. Некоторые говорят, о, это низко. Но-но-но-но, ты не понял. Есть твоя и не твоя. Потому что, когда ты попадаешь в свое, не важно ее высота, оно твое. И ты наслаждаешься в своей позиции. И вот представьте, профессиональный певец, которому Бог показывает сны. Он там на стадионах. Своими децибелами там бесы выходят из людей, знаете. И тут ему говорят, добро пожаловать в нашу скромную церковь. Вот тебе бирошка. Стоишь вот здесь, а тебя поставили там, где люди даже не ходят. Ты же хотел бы обнять никого, и обнимать никого. Стоишь там в коридоре, смотришь, за детьми бягаешь. Представляешь, певец, да? И что мне сейчас делать? Ну, что тебе делать? Петь в коридоре! Я шучу. Успокоиться, принять то, что идет в свою жизнь, и стать идеальным начальником коридора. Знаете, как Майдадыр, да? Он начальник, и мочалок командир. Как там? Я забыл. Я уже с детства помню. Умывальником начальник. Спасибо. И мочалок командир. Вот тебе и движение вперед. Умывальником начальник, и мочалок командир. И радуйся. Да просто и слава Богу. Радуйся. Некоторые люди даже не знают бремя призвания, тяжесть призвания, боль атаки призвания. И думают, Господи, когда? Слушай, благодари Бога, что еще нет. Носи свою одежду, дыши ровно. Некоторые только впрыгнули в призвание, пару ударов получили через... Я говорю, поэтому стоп. Почему? Потому что, когда ты войдешь, выйти уже нельзя. Все. Это уже твоя одежда. Все. Вы берете что-то для себя сегодня? Да? Давайте пройдем через процесс. Итак, великого певца ставят в группу порядка. Или большому пастору дают пылесос. Представь, ты отучился, знаете. Я помню, библейскую школу отучился. Знаете, диплом служителя. И тебе дают... Знаете, что мне дали? Мне сказали, в определенное время приходить и заваривать кофе. Кофе заваривать. Помнишь, да? Заваривать кофе! Я пастор, елки-палки! Какое кофе? И вы знаете, я настолько начал делать кофе, что мое кофе все помнили в той библейской школе. Я думал, сейчас, знаете, там обычно кому-то давали, знаете, объявления делать. Знаете, в школу заставляли функционировать. И вы знаете, я ни разу не опоздал. То есть там все четко, там все классно, там Бог знает. Идеальное, знаете, поведение. Почему? Потому что это действительно то место, где я хочу быть. Я хочу отучиться в школе. Это не просто я пришел, меня сюда друзья привели. Это я сделал решение. Знаете, я учился в этой библейской школе. Я ему, ты тоже был? Вместе учились, да? С мамой проходили вместе. Аллилуйя. Да, вместе с мамой учились. Это еще там 90 какие-то. Какие-то, какие. И получается, что, знаешь, и там кому-то раздавали там объявления делать, кому-то коротенькое вступление, кому-то, знаете, самое крутое это было в конце молитву провести. Там кого-то вызывают, там дают микрофон. И я такой, знаете, кофе заваривают, а там еще вот эти большие, знаете, баллончики такие. У нас, кстати, там сейчас такие. Кто кофе заваривает? Благослови вас Бог. И, знаете, большие баллончики, оно там булькает. Я должен приехать зараньше, потому что кофе должно добулькать до определенного. Знаете, оно там время берет. И это все приготовить, купить печенечки, все-все-все. Собрать со всех бабки, сшибить. Я еще и мытарем был. Потому что, помнишь, мам, помнишь, да? Я должен был ко всем... Это я сейчас вспоминаю. Это какой там 90 какой-то там, я не знаю, какой-то третий, да? 93 год. Это 93 год, сказать, пить баксов. Потому что школа-то была большая, класс был огромный, целый зал. И, знаете, им нужно было подойти, так, этот жрет печенье, по списку не платил, иди сюда. Иди сюда. То есть, дорогие мои, я знаю, что такое лопата. И тогда, когда ты отучился на пастора, учишь все, экзамены на отлично, и смотришь, там, тот, который там, да елки-палки, он до сих пор анекдоты травит. Как вы ему дали микрофон? Знаете, у меня такой святой гнев был. Я тут печеньки там, знаете, раскладываю на тарелке, а этот анекдотчик там, молится. И такой, нечестивец. Знаете, я сам печеньки раскладываю и мечтаю, когда мне дадут там помолиться? Так и не дали. Диплом дали, сказали, с Богом. Я помню. Было весело. Лопата, лопата, какое место. Смотри. А как насчет человека, который предназначен быть миллионером, ставят продавать бургеры в Макдональдсе? Что вы в этом случае будете делать? Это проверка твоего сердца, твоих мотивов. Послушайте, действительно ли ты идешь за реальным призванием, или ты просто ищешь позицию, разноцветную одежду? Действительно ли ты идешь вглубь? Заваривай кофе, чтобы тебе ангелы стояли и говорили, глякать, заваривает. Ничего не рассыпает, убирает порядочек. Пусть ангелы тебя видят, Иисус Христос. Мы смеемся, а я вам говорю, это принцип родные. Ты хочешь, чтобы тебя нация увидела и услышала? Как ты завариваешь кофе? Как ты будешь стоять на дверях? Как ты с пылесосом пройдешься? О, не, мы это не хотим. Мы хотим сразу на разноцветную, сразу одежду принца. И держи меня тогда. Я иду царствовал. Смотри. Это проверка нашего сердца мотивов, что мы действительно хотим в этой жизни. Я видел достаточно личностей, из которых сняли разноцветную одежду, вот эту позицию. Они выйдя, начинали искать того же самого в других церквях, в других служениях, в других бизнесах. Они трясли своими медалями, пытались во что бы то ни стало, забраться назад на ту же платформу, с которой их недавно снял Бог. Они шли на любые компромиссы, чтобы вернуться назад в то, что они потеряли. Прошу тебя, не делай это. Это пройденный этап. Ты закончил. Наоборот, в твою одежду, это шаг не вперед, это шаг назад. Это не шаг вперед. Они не понимали, что сейчас время дать Богу провести их путем смирения и сокрушения. Некоторые из них по сей день прыгают из одной разноцветной одежды, сшитой людьми в другую, так и не желая пройти процесс смирения, чтобы войти в что-то, что дает только Бог. И вот где я говорю, я хочу данное Богом. Потому что, когда оно дается Богом, да, может кто-то из людей это там признавать не будет, дорогие мои, но это оспаривать никто не будет. Это дается настолько дальше и выше всех, которые там на тебя что-то тыкают пальцами. Это настолько выше того, что они могли бы тебе дать, потому что это дает Бог. Но, дорогие, заметьте, правило одно. Бог дает тем, кому Он доверяет. А Он доверяет тем, того, кого Он провел через эти одежды. Он доверяет тем, в ком Он уверен, что если сейчас произойдет кошмар, предательство, боль, ты не будешь мстить. Ты не будешь рвать на куски, писать там письма, обливать грязью по интернету, делать видеоролики, какие гадости все вокруг меня. Я один святоша. Отдашь ли ты суд Богу? Просто отпустишь. Некоторые люди подходят ко мне, пастор, а мы не знаем, что произошло. Ты знаешь, что это бонус? Потому что нечестивый тебе даст сразу знать, что произошло с Ей позиции. А я даю Богу высказаться всем, что происходит. Везде, вокруг, внутри, наружи. Мы хотим знать, поверь, не хочешь. Если бы Иосиф искал признание, а не призвание, и не желал потерять самое уютное местечко в доме Патифара, то он запросто лег бы в постель к жене Патифара. Дорогие, сейчас мы идем с вами в следующий этап. Сейчас мы переходный такой момент со второго в третью одежду. Давайте прочитаем следующее место из Библии. Бытие 39, 11. Как интересно все происходит. Второй пункт ясен, да? Вот это одежда. Там, где я не хочу быть и делать то, для чего я не призван. Вот самый главный, вот это вот хайлайт. Вот я нахожусь там, для чего я не призван. Как ты поведешь себя там и с теми, с кем ты не планировал быть и делать, что ты не... Бог тебя не оставил, но это сезон, в котором Бог наблюдает за твоим сердцем. Бытие 39, 11. Дорогие мои, если бы Иосиф не хотел потерять свой... Если бы он, как вам сказать, естественно, он не хотел потерять. Я так скажу, если бы он захотел всеми своими силами сохранить одежду, Патифар, который дал ему, да? Да, это была одежда раба, да? Одежда слуги, но это была одежда уже чуть выше, чем остальные слуги. Все со мной, да? Чуть-чуть выше. Он такой же раб, с дома выйти не может, но ему дано немного больше из-за его позиции. И вот здесь, представь, когда ему наконец-то доверено все, наконец-то дом Патифара открыт, у него ключи от дома. Какому рабу дают все, кроме одной жены? Это его слова. Кроме единственной жены. Он говорит, он доверил в мои руки все, кроме тебя. Кроме тебя? Это я не имею права касаться. Самое интересное, если бы он так сильно хотел сохранить одежду, он бы лег с ней в кровать. Кто-то со мной, да? Вот это компромисс, на который некоторые идут, не желая потерять что-то. Бытие 39.11. Давайте прочитаем следующий переходный период в жизни Иосифа. Однажды он вошел в дом по своим делам. Это значит, он в доме там практически делал, что хочешь, был когда угодно, когда никого из домашних не было в доме. Это говорит о том, что у него полное, никто за ним не следил, потому что он был сам себе хозяин. Она, то есть жена Патифара, схватила его за одежду. Заметьте, за что схватила? А-а-а. Внимательно читайте места из Библии. Она не схватила его за руку, за ногу, за чуб. Она схватила его за одежду. Это значит, когда кто-то схватился за твою одежду, это значит, что скоро родной переходный период. Окей? Слушай. Она схватила его за одежду и сказала, ложись со мной. И вот здесь, смотри, тебя схватили и говорят, ложись. Другими словами, ты знаешь, сейчас ты или ляжешь в одежде, или удерешь голый. Все со мной, да? Когда схватили, уже, то есть все, все, схватка произошла, зацеп есть, крючок загнали, все. И теперь что? Э-э-э-э. Другими словами, тебе идет проверка, для тебя дороже честь, Бог, призвание и мечта, или для тебя дороже эта одежда раба, которая чуть выше остальных рабов? И вы знаете, я никогда не думал, что дом рабства может стать таким уютным. Для него он стал реально уютным домом. Ложись со мной. То есть, вы знаете, женщина, вы знаете, в наше время, сейчас, знаете, некоторые женщины двойным смыслом говорят, прийди ко мне в гости на кофе. Тут, тут, нет, тут все прямым текстом. Хватит, ложись, лежать. И представь, как рабу себя вести. Другими словами, если честно подумать, то я ее собственность. И в наше время пятидесятник мы отмазался. Ну что, я себя не имею, она меня имела. Ну она меня и имеет. Ну что вы имеете в виду? Она меня, ну она купила его, я имею в виду. Ах уж. Хе-хе. 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 Наши братья отмазались, сказали, я не свой, я себе не принадлежу в этом доме, что хотят, то и делают. Хе-хе. И он ей не просто там, знаете, в шоке. Вы знаете, он был мудр. Смотри, что он делает. Ложись со мной. Но он вырвался и убежал, оставив верхнюю одежду у нее в руках. Ну перед этим у них был разговор. Помните, да? Мы его читать не будем. Она ему говорит, он отвечает, он говорит, мне все доверено, кроме тебя. И здесь все равно она его цепанала. То есть она его высекала. Он вырвался и убежал, оставив верхнюю одежду у нее в руках. Вот оно. Оставив верхнюю одежду у нее в руках. Забирается одежда опять тем, кто тебе ее дал. Все со мной? Опять. Бог, может быть, это мое место, может быть, все-таки я предназначил лопатить. Может быть, действительно, мне нужно бросить свои какие-то мечты, вынуть голову из облаков и успокоиться в доме Патифара. А Бог говорит, нет, ты слишком хорош. Я призвал тебя для чего-то больше. И опять у тебя идет срыв одежды. Совсем недавно мы читали, сорвали одежду. Опять сорвали одежду. Опять сорвали одежду. Смотри. Увидев это, он убежал, оставив одежду у нее в руках. Она позвала домашнюю прислугу и сказала им, смотрите, этого еврея привели к нам в дом, а он оскорбляет нас. Он пришел сюда и хотел лечь со мной. У-у-у-у-у. Но я стала кричать, а он от моего крика оставил свою одежду и убежал. Она держала одежду Иосифа у себя, пока не пришел домой ее хозяин. Она рассказала ему так же, ту же историю. Этот раб еврей, которого ты к нам привел, пришел и ко мне и хотел надо мной надругаться, но я стала кричать и он оставил свою одежду, убежал. И вот переход в следующее. Сняли, опять без одежды. Что дальше будет в твоей жизни, Иосиф? Скоро тебе дадут другую. Следующая одежда. Готов? Одежда заключенного. О, Боже. Честно, дорогие, я думал, что дом Патифара плохо, пока меня не посадили. Знаете, что такое одежда заключенного? Одежда заключенного. Были ли вы вместе, где ты обвинен всем и всеми за то, что ты никогда не делал и не имел в виду? В этой одежде ты увидишь насчет себя слухи, сплетни, грязь. И самое интересное, остановить не можешь. Потому что тебя туда посадили. И все, что Бог ищет, и ты рвешь на себе волосы и говоришь, Бог, я не делал это, это не я. То, что сейчас насчет меня идет, это не я. Я всю мою жизнь ищу лица твоего. Меня выкинули. Наоборот, из этого дома убрали самого честного человека. Кто-то понимает, о чем я говорю? Наоборот, Патифару нужно было глянуть и сказать, вау, ты что, жену, таких еще я найду. А вот таких? Ну как, в Египте там быстро все делалось, ну вы знаете. То есть можно было сказать, знаешь что, лети как ракета, ищи. А вот такого мужика, это золото. Попробуй найди еще такого. Ну что? Бог говорит, он слишком хорош для дома Патифара. Знаешь, почему тебя теперь с дома слуги рабства вышвыривают в дом заключенного? Обвиняют, обливают. Кто-то был? Вот один. О, боже мой. Вы смотрите на профессионала. Я вам честно говорю, и днем, и ночью какая-то, знаете, какая-то хрень пишется на веб-сайтах, создаются ролики. И иногда на руку я говорю, о, какой я страшный, о, какой я ужасный. О, господи, что? Что это за человек такой? Я насчет себя столько историй прочитал. Некоторые люди говорят, расскажи о себе. Говорю, зачем? Скучно. Поговорите с врагами, у них лучшие истории. И ты сидишь, и ты думаешь, Бог, ну что это за шквал грязи? Я не делал, это не я. Все, кто лично знают меня, говорят, да в жизни этого не было. Кто-то понимает, о чем я говорю? Но ты не можешь это остановить. Ты в одежде заключенного. Знаете, что такое заключенный? Обвиненный несправедливо. Оплеванный, вытерли ноги об тебя. И самое интересное, ты им говоришь, да таких, как я, вы не найдете. А они говорят, иди отсюда, уноси все свои вонь. И все остальные там, сидят там жены Патифаров. Радуются, что они тебя пересадили. Ну что, видели, да? Ох, как мы ему втопили. О, гля, как он пишал. И они там все, это, знаете, движуха там. И ты этот, вы знаете, были ли вы в таком шквале, что ты тушишь один костер, а за твоей спиной распаливают еще десять? Ты только этот потушил, только договорился с этим человеком. Все, неделю говорил, договорился. Он понял, что я не такой. Пока развернулся тушить те, его уже опять увели. И ты думаешь, неделю потратил, доказывая, что это не я. Вы знаете, вы знаете, что? Первая реакция Иосифа в одежде заключенного. Он даже, он не то что, зэки все знали его историю. Виночерпи и хлебодар. Помните, да, пришли? И первое, что жило в его сердце, это всем доказать, что я тут несправедливо сижу. Знаете, да? Ребята. И он всем доказывает, я хороший мужик. Я тут сижу несправедливо. Меня кинули. Вы знаете, ты можешь четко увидеть, что Бог из тебя достает в этой позиции. Он говорит, дорогой мой, я оправдываю тебя, не оправдывайся. Потому что, когда ты понадобишься фараону, никто даже не вспомнит, по какой причине тебя посадили. Нет, вы не поняли меня. Ты сидишь 10 лет в тюряге за счет чего-то, чего ты не делал. И пытаешься всем доказать, что это не я, это не я. И потом, когда тебя выводят, ты говоришь, это не я. Он говорит, да мне все равно. Представляешь, тебя вывели. И не потому, что ты всем доказал, что ты прав. Представляешь, всю мою жизнь я кому-то пытаюсь доказать, что это не я. Я в натуре хороший мужик, я молюсь, я почусь, я люблю людей, я спасаю в жизни людей. А меня написали монстры, там, кто угодно, там, нечестивец, там, гадость, там, что угодно. Сатана. Сатана, я не знаю. Не думал, что сатана. Так нормальный пацан вообще. Вот. Это отдельная история. И представь, ты всю жизнь доказываешь. И потом тебе стучатся, говорят. Иосиф, есть такое тут в тюрьме? Есть. Ну что, оправдали? Да кто его знает? Не, его просто зовут. Так он прав или не прав? Да, фараону все равно, у него его сон достал. Можешь себе представить, ты всю жизнь, во всем периоде, пытаешься писать письма, делать ролики, доказывать, снимать. И потом, когда тебя приглашают, люди даже не знают, кто ты. Потому что тебя так высоко берут, что их не волнует твоя одежда узника. Все со мной. А для тебя это целый мир был. Доказать каждому зеку, что я молодец. Доказать начальнику тюряги, что я в натуре хороший мужик. Итак, одежда заключенного. Это проверка твоей реакции на несправедливость. Вы знаете, я заметил, по-настоящему можно увидеть, кто есть кто, когда ты был неправильно и несправедливо обвинен и осужден. Вы знаете, когда тебя поймали на горяченьком, ты там рад вообще вырваться живым. И дальше, слава богу, за все, братья и сестры. Вы знаете, когда блудягу поймали где-то, он такой, да, да, было, было. Но он не рассказывает, там еще с пятью было, с другими. Его просто попалили на этой одной. И он там, знаете, такой, да, да, господи, прости меня. Ладно, съехал. Представь. Но по-настоящему твое сердце проверяется тогда, когда идет шквал лжи. Как ты будешь реагировать? А это не ты. Все, кто знают тебя по-настоящему, они говорят, тут такого не было. Ты что? Что ты будешь делать? Что ты будешь делать? И вот это некоторые пытаются объяснить себе. Знаешь, как только Иосиф попытался объяснить себя, знаете, сколько ему Бог накинул? Еще троечку. Будешь пытаться доказывать всем, что ты красавец, и пытаться оправдаться сам, тебе Бог еще три года накинет. Два, извиняюсь, два-два, спасибо. Два. Получается, ему накидывается еще два года. И вот написано в Библии, забыли. Как раз когда ты хочешь, чтобы тебя вспомнили, тебя всегда забудут. Потому что одежда у тебя такая, забывчивая. Одежда, знаете, как это? Небо в клеточку, друзья, в полосочку. Знаете, да? Вот это твоя помазанная атмосфера и место твое, обитание. Небо в клеточку, друзья, в полосочку. Итак, проверка твоей реакции на несправедливость. Я видел людей в таких вещах, которых объединяли несправедливо. Бог мой, они пытались сделать все возможное, чтобы оправдать себя. Люди просто, они царапали когтями все и всех, чтобы только оправдать себя. А Бог говорит, успокойся. И говорит, я допустил это для чего-то. Я позволил им, ей, ему облить тебя, обсмеять тебя. И самое интересное, все вокруг поверили. Задам вам вопрос. Кому в тюрьме поверили? Начальнику, царедворцу, потифару или рабу? Представь, сидит мужик в тюрьме, ничего не делал. И он сидит там. Представь, почему он там сидит? Потому что он пытался изнасиловать жену того, кто его любил и доверил ему все. Представляешь? Ноша на голове. Это не просто там. Вы знаете, мы с вами пролетаем это место. А давайте не пролетим, давайте задумаемся. Сидит человек, полон чести, полон любви к Богу, идущий в свою мечту и в Божье предназначение. И он обвинен. И кому поверят? Разговору или доверят доверенному потифару, который доверил, который увидел в нем Бога, увидел в нем силу. И дал ему позицию. И скажут, представь. Опять Иосиф вот проходит, и все зэки вокруг себя говорят. Представь, какая тварь. Представь, какая гадость. Ему потифар доверил все. И он его предал. Представь, ты ходишь как предатель. А ты не предатель. Ты ходишь, как пытался изнасиловать чью-то жену. А ты даже не знаешь, о чем разговор был. На тебя уже улики, доказательства. Свидетели вышли вперед. Подсудимые осудили, молотком стукнули, увезли. И ты ходишь по статье, в которой ты ничего не делал. Ты это не ты, это не жил. Как ты будешь себя вести? Некоторые люди говорят, Господи, ты, конечно, думает обо мне такую плохую, всякую гадость думает. Вот смотрю, вижу его и смотрю, думает гадость обо мне. Пусть думает. Потому что скоро Бог тебя поставит так далеко, так высоко, что тот, кто тебя призывает, он даже не знает, кто ты. Для него, для фараона, ты начинаешь сейчас с чистой страницы. Кто-то понимает, о чем я говорю? Когда Бог тебя вводит, некоторые люди думают, что они будут волочить свой багаж разноцветной одежды. Первый багаж. Вот он. Второй багаж. Это рабство, слуга. Вот раб, одежду врага. Еще один рюкзачок. Потом еще позиция, знаете, заключенного одежды. Вот еще один багаж. И потом Бог говорит, а теперь ты сдал экзамены. И он думает, ну все, собираем рюкзачки. А Бог говорит, все, оставляем. А почему? Потому что у фараона все начинается с чистого листа. Возвращай Бог, слава Богу. Нам кажется, что я все буду волочить с собой. Бог тебя поднимет так высоко. Переоденет так мощно. Даст тебе имя абсолютно другое. Что сам Патифар, посадивший тебя туда, будет искать милости твоей. Кто-то, кто-то сам. Вот что мы с вами в реальности ищем. Поверь. Ты не хочешь назад разноцветную одежду. Поверь, ты ее не хочешь. Будешь ли ты искать мести тем, кто тебя обвинили? Или ты позволишь Богу защитить и оправдать тебя? В этом периоде жизни ожидай сплетни, ссоры, предательства, интриги. Тебе будут что-то обещать и не исполнять. Ты будешь неоднократно обвинен в том, что никогда не делал. Тебе создадут имидж монстра, блудника, сатаниста, вора, лжеца. Какой угодно. Просто тебе что-то придумают. Или все вместе сразу. Мне все равно. Только представь, все в тюрьме знали, что он предатель Патифара, который был так добр к нему и дал Иосифу, доверил все в его руки. А Иосиф отблагодарил этого своего господина предательством. В этом сезоне ты переживешь, что такое быть забытым и никому не нужным. Твой дар будут использовать, но как личность ты не будешь интересовать никого. Здесь проверяется твое «я». Так же осталась ли в тебе обида и непрощение? Представь, слова Иосифа. Сидит он в тюрьме. И он разговаривает с Виночерпием. Потому что с Хлебодаром разговор там короткий был. Ему уже там все, секир башка. И он Виночерпию говорит. Я здесь. Приведен как раб. И знаешь, откуда он начал? Он начал не от Патифара. Он начал от разноцветной одежды. Он говорит. Я сюда попал. Ничего не сделал. Меня продали. Своими словами говорю. Меня братья кинули. Меня кинули. Я куплен. И говорит. И сейчас в тюрьме я сижу, не заслуживший этого. Сейчас я вот здесь, не заслуживший этого. И он пытается ему рассказать свой кейс, свое дело, свою биографию. Виночерпию вообще плевать, потому что он рад, что его не убьют. У него вообще другая жизнь. И написано, когда там гулянка была, Хлебодара убрали, Виночерпия оставили. И написано, и забыт был Иосиф. Поверь. Это Бог, который проведет тебя через этот сезон. Вы знаете, как тяжело. Знаете почему? Потому что в определенный период времени ты увидишь тех, кто провел тебя через ад, придут к тебе за помощью. Вы не поняли, ребята. Ты услышал меня сейчас? Почему Богу нужно провести тебя? Потому что, почему нужно было твой багаж обрезать? Потому что очень скоро те, кто тебя провели через каждый ад, каждую одежду, все выстроятся перед тобой. А Богу нужно спасти и их, и тебя, и твое сердце. Как ты будешь реагировать? Иосиф отреагировал величественно. Я не знаю даже другого слова. Он величественно отреагировал. Он отреагировал как принц, как царь. Во-первых, он был рад их увидеть. Это первое. Другой бы там закатил рукава и сказал, съезжу я к моим братьям. Знаете, только одежда новая одевается, перстень. Он говорит, первое дело, скачем к бате в гости. На чай поговорить с братвой. Написано, он настолько отпустил все, что даже никогда туда даже не попытался вернуться, вдуматься. О чем это говорит? Он говорит о том, что он полностью сердцем, эмоциями, болью был исцелен и освобожден от того места. И потом, когда настал голод, вы все знаете, приходят братья. И они видят Иосифа. И они не видят Иосифа. Они видят Иосифа. И они не видят Иосифа. Потому что тебя подняло так величественно. И самое интересное, что Иосиф прошел через все это, а братьев своих узнал. Потому что, честно сказать, в той церкви ничего не поменялось. Кто понял, тот понял. Кто не понял, молись по откровению. А оказывается, ты вернулся туда через 15 лет. У тебя позиции, открытые церкви. Тысячи спасенных людей. А там... Тебя уже не узнают. Зато ты их узнал сразу. Вот она, братва. Ну, как дела, братва? Плохо. Нас бы тут не было. Если бы было хорошо. И вот они пришли. Почему Бог проводит? Потому что очень скоро тебе не только нужно будет встретиться с людьми, которым просто нужно помочь. У тебя должно быть любящее сердце. Тебе нужно будет накормить тех, которых ты когда-то убить хотел. Тебе нужно будет обнять, обогреть и насыпать зерна в два раза больше им, чем они даже хотели. Можете себе представить, они попросили столько, он их там засыпал зерном. Я не знаю, там бедные ослы прогинались. Знаете, под грузом. Почему? Потому что Иосиф любил своего отца и своих братьев. Потом, когда отец умер, они приползли на коленках, умоляли Иосиф, не убей нас. Иосиф расплакался, потому что даже мысли не было в его голове. Это был великий человек. Ты хочешь стать великим человеком? Ты скажешь, ой, это годность. Мы все хотим стать великими людьми. Перестань заморачиваться. Мы все хотим иметь великое сердце. Но великое сердце получается через великие одежды. Хочешь иметь великое сердце? Пройдешь через великие одежды, усмиренную рубашечку, мягкую комнату. Друзья, полосочку и небо в клеточку. Бог, который проводит тебя через этот сезон. Одежда заключенного – это один из самых жестоких этапов твоей жизни, моей жизни, нашей жизни. Именно в этом сезоне несправедливости. Я вам скажу, ладно, меня посадили за что-то. Ладно, отсижу, нормально. Но сезон несправедливости, жестокой несправедливости. Именно в нем ты дозреваешь. Вы знаете, я заметил, где я больше всего дозрел как личность? В сезоне несправедливости. Именно тогда, когда могу доказать. Могу. И Бог говорит, отпусти. Дай время. Все все увидят. Время все покажет. Не забудь. Ты дозреваешь в сезоне несправедливости. Это интересная фраза. Потому что нет ничего хуже, чем иметь самое лучшее намерение и быть преданным, верным и несправедливо обвиненным. Это и есть сезон ожидания. Ох, этот сезон ожидания. Никто тебе не скажет, когда он закончится. Потому что заканчивается этот сезон именно тогда, когда ты больше не надеешься на человека. Знаешь, когда закончится сезон узника? Когда больше на человека надежды нет. Нет. С тюрьмы меня не выведет веночерпи. Никто здесь, вокруг меня, помочь мне не может. А значит, я успокаиваюсь и отдаю в руки Богу мою судьбу. И именно тогда, когда он все отпустил, по странной причине снится сон, который никто истолковать не может. Представь, Бог тебя рождает с ключом для двери, которая еще не построена. А вы не поняли, о чем я сейчас сказал. Ты ходишь с этим ключом и думаешь, елки-палки. Куда его тыкать? А Бог говорит, я настолько делаю тебя пророком для народа, что дверь для твоего ключа будет построена через 20 лет. И сидишь ты ходишь. Бог говорит, поверь, дверь строится. И когда дверь была построена, хорошая большая дверь под названием фараон, у которого был очень уникальный сон. И ему говорят, есть там один, был. Он одному сказал одно, другому другое, слушай, четко все так и произошло. И вот теперь дверь дозрела до твоего ключа. Некоторые люди думают, Господи, почему нет, почему я должен дозреть. Иногда Бог ответ дает намного раньше, извиняюсь, да, ответ дает намного раньше, чем появляется вопрос. Бог ответ дает намного раньше. И вот почему людям с ответом, людям-пророкам очень тяжело ходить. Потому что они ходят с ответом на поколение, которое еще не родилось. Они носят этот ответ, а вопросов нет. И ты чувствуешь себя как идиот. Ты что-то берешь для себя сегодня, да? Вознать славу Иисусу. Сегодня классно. Серьезно, мне нравится иногда просто пройти по этим глубинам, просто вскрыть в себя свои мотивы, вспомнить историю. И просто увидеть свою одежду. Увидеть ее. И поверь, здесь замешательства, конфуза нету. Ты точно по этой теме определишь, где твое место и твоя одежда. Тут, я так скажу, в книге Иосифа, в Бытие, да, 37 главе, ты не потеряешься. Там четко все описано. Читаем дальше. Давайте прочитаем о переходном периоде. Бытие 41.14. Я буду читать опять кусочками, вы все историю знаете. Это уже описывается тогда, когда Виночерпи вспомнил, пригласили. Читаем уже, когда уже история разворачивается. Еще одно место мы закончили, я закончил. Бытие 41.14. Фараон послал за Иосифом, и его поспешно привели из темницы. Смотри, что здесь написано. Он подстригся и сменил одежду. Представь, вот это сменение. Ты сменяешь одежду, тебе дается возможность поменять одежду, чтобы предстать перед Богом. Естественно, фараон, мы понимаем, да, что он репрезентирует. Это духовная репрезентация. Братья, духовная репрезентация, Патифада, там все это духовная репрезентация. Фараон репрезентировал того, последнюю стадию, где тот, кто дал ему это все. Смотри. Он подстригся, сменил одежду и предстал перед фараоном. Итак, следующее, это одежда призвания. Если кто-то записывает, записывайте. Четвертое, это одежда призвания. Это награда тем, кто полностью и всецело зависит от Бога. Живут только для Него, умерли для себя. Это те, кто мертвы для того, чтобы выдвигать свою кандидатуру. Заметьте, самое интересное, что во всех случаях Иосиф никогда не делал решения. Вот где мне немножко жаль наше современное христианство. Потому что мы часто делаем собственные решения. Заметьте, все решения были приняты за Иосифа. Первое решение. Его одели. Отец решил его одеть. За Иосифа было принято решение. Он не сказал, хочу одежду. Нет. Отец ему ее дал. Второе решение. С него снимают одежду. Иосиф решал это? Нет. Третье решение. Иосифа продают. Он решал быть проданным? Нет. Четвертое решение. Иосифа срывают одежду и одевают другую одежду. Он разве решал срывать и одеть? Не решал. И еще опять. Следующее. Опять он не решает, когда ему выходить из темницы. Аминь? Не решает. И он не решает, какая одежда на нем будет. Он просто сменил одежду. Идет к фараону. И смотрите, что происходит дальше. Дальше бомба. Одежда. Призвание. Это награда тем, кто полностью и всецело зависит от Бога и надеется только на Него. Это те, кто мертвы для себя. Это те, которые не выдвигают свою кандидатуру. Это личности, которые рады служить своим даром абсолютно всем. Начиная от узников, заканчивая фараонов. Видели людей, которые служат только тогда, когда им это хочется. Вот этот период, где ты готов служить своим даром всем. Всему. Абсолютно. Не важно, два человека, две тысячи, двадцать тысяч. Не имеет значения. Я моим даром служу. Ты своим даром служишь всем. Это одежда зрелых, которую никто в несостоянии с них снять. Последнее место из Библии читаем. Бытие 41, 38 стиха. Здесь немножко предыстория. Он пришел. Он истолковал фараону сны. И он не просто ему истолковал сны. Он ему сказал, что сделать. Вы помните? Найди таких-то людей, поставь их над этим. Собирай такой-то урожай в течение такого-то времени. Собирай такой-то процент урожая и потом сохраняй. То есть он не просто пришел и тупо, знаете, там истолковал. Он не просто был толкователь снов. Он был мудрец, который мог не только увидеть истолковать. Он мог полностью из этой проблемы вывести фараона и все его царство. И он ему говорит, поставь такого-то, поставь такого-то, сделай это, сделай это. И когда он заканчивает свою речь, смотри, что говорит фараон. Вот это мне очень нравится. Фараон спросил своих приближенных. Найдем ли мы еще такого, как этот человек, в котором дух Бога? Стоп! Это первый конверсейшн, разговор с фараоном. И фараон не спрашивает его о его прошлом. Фараон не спрашивает. А мы давай сейчас твое резюме глянем. Способен ли ты быть на этой позиции? Дорогие, ты не представляешь. Ты способен быть на этой позиции, потому что в тебе ответ был дан ранее, чем у фараону был приснился сон. Тебе были даны ключи перед тем, как дверь создали. Дорогие, другими словами, тебе была дана позиция перед... Другими словами, тебе было дана, как скажу так, сан или имя перед тем, как позиция для тебя дозрела. Представь, что делает фараон. Вы не представите. И меня это просто шокировало. Он создает во всем своем царстве, слушайте внимательно, позицию, которую до Иосифа не существовало. Кто-то слышит меня сейчас? Некоторые люди говорят, нет для меня места. Бог говорит, я для тебя его сделаю, если его нет. Там не написано, что фараон кого-то сместил. Все со мной? Там не написано, сказал, ты плохо делал это, убирайся. Он у своих слуг спросил, разве мы найдем? И знаете, что Иосиф сделал? Он предложил ему поставить человека. Он предложил ему найти во всем царстве того, который будет отвечать на то, что происходило в твоем сне. Поставить его, дать ему власть, и чтобы он распоряжался этими вещами. Другими словами, он даже не знал, как истолковал свое собственное призвание. Он абсолютно разложил то, для чего он был рожден. И фараон посмотрел, и он говорит, слушай, разве еще есть люди лучше, чем этот парень? А ты морочишься со своим прошлым. Где ты был? Кто тебя там куснул? Куда куснул? И ты там, приду сейчас к фараону и буду объяснять. Знаете, наши мысли, знаете, вот. И я ему объясню. Я здесь нечаянно, меня кинули в яму, меня сорвали одежду, меня сделали рабом, меня хотели изнасиловать. Я убежал. И он, знаете, в голове у себя выстроил, выстроил. А фараон просто отвечает. Крутой парень, заходи. И ты такой, а объяснение? А объяснение твое никого не интересует, потому что тебя сейчас ставит в позицию Бог. Знаете, почему ему не нужно объяснение фараону? Потому что Бог знает все насчет тебя, ему не надо объяснять, кто ты. Фараон спросил своих приближенных, найдем ли мы еще такого, как этот человек, в котором дух Бога. И фараон сказал Иосифу, раз Бог открыл тебе все это, слушайте, значит нет никого мудрее, проницательнее тебя. Бэм! Это величие. Я ставлю тебя над моим домом. Можете себе представить, что сделал фараон? Он поставил его рядом, он сделал его вторым фараоном. Можете себе представить? Нигде, никогда в истории этого не было. Только в истории этого фараона. Он ставит фараона рядом с собой. И знаете, что он делает? Нигде в истории фараон никому свой перстень не давал. Это позиция фараона. Это то, что фараон есть фараон из-за того, что у него перстень передается по наследству. Что он делает? Он отдает всю власть. Он говорит, я буду троном выше. Но знаешь, что он ему сказал? Но! Ты будешь выше во всем царстве. То есть, ни я, ни никто не шевенет пальцем без твоего согласия или решения. Говорит, я просто буду троном выше. И он снимает самое главное перстень и отдает ему. Другими словами, где появился Иосиф? Видели Иосифа? А печать оставлялась фараона. О, вы не услышали меня. Вы не услышали меня. Видят Андрея, а печать видят Бога. Дорогие мои, что ты хочешь? Разноцветную одежду или печать самого Бога? Поговорили с тобой. Ты ушел. А люди встретились с Богом. Послушали твою проповедь. Развернулись. А их коснулся Иисус. Что это? Это люди, которые носят перстень неба. Дочитаем это место. Это красота. Раз Бог открыл тебе все это, значит нет никого мудрее и проницательнее тебя. Я ставлю тебя над моим домом. Представь. Некоторые люди говорят. Бог меня вывел за одну ночь из тюрьмы. Да расскажи, сколько лет ты туда везде шел. Сколько ты везде пахал. Знаете, мы любим рассказывать последнюю часть свидетельства. И я из тюрьмы был ползван фараоном. И здесь пуф. И за один день у меня был перстень. О, какая красивая твоя последняя половина свидетельства. А что было до этого? А до этого Господь, Бог. Нет, давайте подумаем. А до этого было очень много. Да, твое свидетельство классное. Но не обманывай молодое поколение тем, что перстень за одну ночь на тебя пришел. Потому что перед перстнем было что-то. И люди, знаете, молодые сидят и слушают. О, и я хожу, и я хожу. И потом попали в проблему. Из-за того, что хотели. И они говорят, о, это не от Бога. А Бог говорит, да это от Бога. Это я тебя веду. Смотри. Я ставлю тебя над всем моим домом. И весь народ мой будет слушаться твоих приказов. Вау. Только троном я буду выше тебя. Фараон сказал Иосифу, смотри, я ставлю тебя над всей землей Египта. Он снял с пальца свой перстень и надел на палец Иосифу. И здесь дальше, слушайте дальше. И одел его в одежды. Воу. Вот это была последняя одежда, в которую был одет Иосиф. И больше никогда до конца его жизни никто ее не имел права снять с него. Одел одежды из тонкого полотна и повесил ему на шею золотую цепь. И поверьте, фараоны умели вешать не так, как наши черные здесь носят, знаете, цепи. Она там просто из баллончика покрашена в золотую краску. Знаете, там фараон, если вешал, он вешал, окей? Там ты можешь точно надеяться, что это золото. Он одежда тонкого полотна, повесил ему на шею золотую цепь. Я теперь понял, откуда цепи в моде. И, оказывается, Иосиф был крутым перед тем, как крутость родилась, окей? Ладно, это отдельная тема. Он велел, смотри, возить, он велел. Не Иосиф велел, а фараон насчет Иосифа сказал. Он велел возить его в колеснице, как второго после себя. Вау. И кричать перед ним, Дорого! Дорогие, вы знаете, что это все духовный принцип? Когда Бог избирает тебя, когда ты пройдешь вот эти тюрьмы, процессы, одежды, где бы ты ни приехал, Бог будет кричать дорогу этому помазаннику, этой помазанице, этому таланту и этому элементу. Дорогие мои, все раздвинут проповеди и будут слушать Твою. Все раздвинут музыку и будут слушать Твою. Все раздвинут поклонение и будут слушать Твое. Почему? Потому что впереди тебя Бог кричит дорогу. Дорогу моему элементу в моем теле. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А ты думал, что знаешь про Иосифа все. Он велел его возить в колеснице, как второго после себя, и кричать перед ним дорогу, так как он поставил над всей землей Египта. Фараон сказал Иосифу, я фараон, но без Твоего слова никто во всем Египте не посмеет и пальцем шевельнуть. Точка. Вам нравится, как поднимает Бог? О-о-о. А теперь представь, ты хочешь назад в первую разноцветную одежду. Скажите, тускло. Вот я тебе говорю, ты не хочешь назад туда, откуда тебя вывел сам Бог, ты не хочешь пытаться восстановить свое Я, потому что когда твое Я восстановит Бог, это будет настоящее Я. И тебе даже не надо своим Я бросаться, тебе просто оно будет дано. Оно будет настолько большое, что у тебя будут милости просить. Это я утрирую, естественно, как у Иосифа. Тебя будут просить покушать. То, что Иосиф... Вы знаете, чем мне нравится? Еще один есть прообраз очень сильный. Иосиф был начальником еды. Вы знаете, что в этом есть очень серьезный принцип? Другими словами, он распоряжался, что ел весь мир. Ты даже не представляешь, о чем я говорю. Зерно Египта питало весь мир. Можешь себе представить? Зерно, которое Иосиф создал, сделал, родил, отобрал и спрятал. Лично, дорогие мои, в этом духовный принцип. Можешь себе представить? Бог тебя ставит таким авторитетом, что только то, что через твои руки пройдено и заверено тобой, будут есть и слушать все. Ай-яй-яй-яй-яй. Слушайте, мне пора заканчивать, но откровения не заканчиваются. Мне это нравится. Знаете, когда портал открылся, оно поехало. Ну, надо уже, просто остановлюсь. Как всегда говорю, мы никогда не заканчиваем, мы продолжаем позже. После этого, больше никогда в жизни Иосифа, с него не снимали одежду, больше никто не оспаривал его позицию. Можешь себе представить? Иосиф в той позиции, где никто бы уже не оспаривал его позицию. Говорит, что ты о себе возомнил? Он такой перестань показывает, и все раз, легли. Потому что он себе ничего не возомнил. Можешь себе представить? О нем возомнил что-то фараон. Ты видишь разницу? Я не знаю, отпустит меня это сегодня, нет? Ты видишь разницу между тем, как тебя о тебе возомнил ты или о тебе возомнил что-то фараон? Опять про образ Бога. Все со мной, да? Про образ Бога. О тебе возомнил фараон. Потому что когда тебе возомнил фараон, он тебе дает позицию. Некоторые люди говорят, что ты себя возомнил? А ты так спокойно отходишь и говоришь, обо мне возомнил сам Бог. Это на моей руке от самого Бога. Эта позиция введена. Я из тюрьмы не вырвался в нее. Я резюме не назаполнял и не настукивал на кого-то в тюрьме, чтобы меня повысили. Меня вывел сам Бог, продвинул сам Бог, перстян дал Бог, одежду дал Бог и позицию дал Бог. Поэтому есть разница, дорогие, между тем, как от тебя возомнил твой отец, который делал тебе разноцветную одежду, общество, и когда от тебя возомнил что-то Бог. О, это совсем другое мнение. Аминь? Так, я заканчиваю. Я заканчиваю. Окей? С него не снимали больше одежду, больше никто не оспаривал его позицию и не бросал ему вызов. Это говорит о том, что Иосиф наконец-то вошел в призвание от Бога, которое никто не способил был остановить или отнять. И все сказали? Аминь. Давайте мы поднимемся. Воздаем славу Богу. Сегодня прекрасное слово. Прекрасное слово для тех, кто действительно двигается куда-то. И я уверен, что, может быть, для меня, знаете, как для учителя в теле Христа, для меня огромная радость, если кто-то один сейчас распознал свой сезон и свое время, или хотя бы дал язык или понимание тому, где ты находишься, я счастлив, я рад. Давайте просто поднимем руки, просто подними руки, закрой глаза и скажи, Иисус, я в твоих руках. Просто скажи ему, Отец, я в процессе, я в твоем процессе, я отдаюсь тебе. Я в твоем процессе, я в твоей руке. И прошу тебя, не дай мне вырваться из моей одежды, в которой я нахожусь на данный момент. Почему, семья? Потому что тебя туда ведет Бог. Потому что эту одежду на тебя одел сам Господь. Пожалуйста, не вырывайся, позволь Ему провести тебя, позволь Ему вести тебя дальше. О, как я хочу перестать, что люди что-то возомнили о себе, обо мне, о других. Я хочу, чтобы Бог возомнил о тебе, обо мне. Вот это настоящее мнение, вот это настоящая сила, это настоящее, это то, ради чего и для чего мы живем, семья. Я хочу угодить не отцу и не братьям своим. Я хочу угодить Богу, у которого власть и сила, и слава, и призвание, и жизнь. Моя мечта. Я для Него живу, семья, мы для Него живем. Поверь, когда Он ведет тебя, багаж твой не имеет никакого значения, где ты был, что ты делал, как тебе больно было, Бог все стирает и говорит, я даю тебе новое начало, новую одежду, обувь, цепь, перстень, я даю тебе все новое, потому что ты в моих глазах дозрел. Я благодарю Бога, что в теле Христа поднимаются крепкие люди, сильные люди. Я благодарю Бога. Я благодарю Бога. Я благодарю Иисуса Христа. Спасибо, любимый. Спасибо за эту семью. Спасибо за всех, кто смотрит нас в онлайне. Я прямо сейчас молюсь. Давайте возьмем минуточку, семья. Просто помолимся. Я молюсь сейчас за всех, кто с нами в прямой трансляции. У нас огромное, огромная семья. Огромная глобальная семья. Я молюсь сейчас за них, Отец, и я прошу тебя, дай им распознать сезон. Пусть прямо сейчас уйдет вся депрессия, апатия, разочарование, потому что кто-то не понял, где он находится, или нас обманули, говоря, что этого в жизни христианина нет. Это будет в жизни христианина. Мы пройдем через все одежды, но у Бога есть для тебя настоящее. Верь в это, исповедуй это, знай это и поддайся процессу. И он выведет твою победу. Он выведет тебя победителем. Во имя Иисуса Христа. И все сказали Амин. Воздай ему славу. Воздайте любимую славу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова